МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В торговых павильонах регулярно проводят дезинфекцию. Помещения обрабатываются специальным раствором. Чтобы защитить и кассиров, и покупателей от заражения коронавирусом, планируется установка панели изоляции в кассовой зоне. Губернатор Ульяновской области посетил магазин «Магнит» на улице Минаева. Ревизия началась с осмотра торговых залов. Затем глава региона обсудил меры защиты с руководителем сети гастрономов. Как известно, наиболее уязвимы для вируса люди старшего поколения – от 60 лет. Сергей Морозов предложил обслуживать молодежь и пенсионеров в разных потоках. С восьми, допустим, до десяти, значит, приходите. Здесь вам будет... Это конец этого, знаешь, что рассматривается. Часы пенсионеров. То есть нужно обсудить, да, чисто пенсионеров. Может быть, в это время можно проводить какие-то акции, может быть, какие-то, я не знаю, там, беседы какие-то с ним даже можно проводить. Потому что они там никуда не торопятся, ну и слава богу. Директор филиала акционерного общества пообещал донести эту идею до руководства. После сегодняшнего штаба, который пройдет, обязательно информацию донесу в главную компанию, я думаю, что такую возможность рассмотрят. Уберечь людей необходимо не только от коронавируса. Грипп и другие инфекционные заболевания представляют не меньшую опасность. Руководство Роспотребнадзора призывает руководителей общепита и торговых сетей усилить санитарные нормы. Теперь все компании будут отчитываться о расходе материалов и графике профилактических мероприятий. Для обработки определенных торговых залов, определенных учреждений, какой у вас требуется расход дезинфицирующих препаратов, сколько вы за сутки расходуете средства индивидуальной защиты, это в том числе перчатки, это в том числе... Продукты в достатке, санитарные нормы усилены. Как известно, ситуация с эпидемией зависит от всего населения. Мера предосторожности должен соблюдать каждый из нас. Виктория Черкова, Юрий Конихин. Новости Уллправды.ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова